После уроков спорт. На новом стадионе гимназии номер 44 состоялся праздник физической культуры. Спортивные секции выступили с показательными номерами. На мероприятии побывали и мы. Проявить силу духа школьники могут в разных видах спорта. Баскетбол, художественная гимнастика, танцы. Сюда приходят заниматься ребята из других школ. Только на карате ходят около 50 детей. Начинаем мы брать ребят с 5 лет. Это большой путь. И уже к 12 годам они выходят подготовленные и могут уже выходить на большой уровень. Представлять на соревнованиях. На областных, всероссийских и чемпионатах мира. Еще в первом классе Даниил Дроздовский и Варвара Никитина выбрали карате. Занимаются уже 5 лет. Когда на улице теплая погода, тренировки проводятся на свежем воздухе. Летом этого года на территории гимназии открыли новый стадион. Ребят эта новость обрадовала. Нам очень он понравился. На нем очень удобно заниматься. И это намного лучше, чем в зале. Ведь здесь свежий воздух и больше пространства. Мне здесь намного больше нравится. Когда, например, занятия по физкультуре, тут можно очень хорошая спортивная площадка. На пустом поле всего за 20 дней установили современный оборудованный стадион. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Отличная площадка, конечно. Тут и полейбол, баскетбол. Неплохо было, чтобы футбольное поле было. Но будете играть в мини-футбол на небольших полях. Кто любит воркаут, гимнастику, тоже всегда это будет. Гимназия номер 44 – не единственное учреждение в Люберцах, на территории которого в этом году построили стадион. Работы ведутся и в гимназии номер 41. На территориях школ, везде, где позволяет участок, где нет коммуникации, мы везде будем строить такие стадионы, спортивные площадки. Во дворах у нас сейчас запрос тоже больше даже смещается на спортивные площадки. Некоторые с тренажерами, просят люди. Помимо спортивного участка, на территории 44-й гимназии рабочие обустроили удобный подход к стадиону. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.